Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Да, совместный проект с Книгой рекордов России. И хочется сразу сказать, что сегодня вас ждут самые смелые, самые интересные, самые яркие рекорды, уже установленные, да, то есть мы можем так проанонсировать. И еще мы вам расскажем, как вам в Книге рекордов России можно засветиться. А по поводу того, что расскажем, мы ведь не только расскажем, мы ведь и покажем. Конечно, друзья, но мы расскажем вам об уже осуществленных рекордах, уже установленных рекордах, которые внесены уже в Книгу рекордов России. А если вот вы, дорогие друзья, все телеслушатели, радиозрители, хотите попасть в Книгу рекордов России, заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, в разделе «Установить рекорд», заполните заявку и ждите ответа. Ну, там обязательно условия наличия гражданства Российской Федерации, ну, потому что Книга рекордов России. Все понятно. Вот, может быть, вы станете следующим героем нашей рубрики. Ну, а пока давайте расскажем, что в течение часа вас ожидает. Лучшие рекорды и, естественно, викторина. Победителю достанется что? Что? Не знаешь, а я знаю. Кепка с логотипом телерадиоста. Да ты хипаричком сбил меня с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ». Участвуйте, будьте с нами. Ох, чтобы ваше утро было не только позитивным, не только веселым и отличным, но и удивляющим. И просвещающим, потому что вот вы живете в большой стране и даже не знаете, что 25 июня 2017 года в Москве в парке Победы на Поклонной горе прошел рекорд, рекорд, зафиксирован он книгой рекордов России, назывался он «Наибольшая протяженность бронепробега, совершенного в мирное время на восстановленной военной технике». Да, друзья, это книга рекордов России прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Значит, мы рассказываем вам о рекордах, друзья, очень много. И скоро, помимо того, что мы будем рассказывать, мы вам покажем эти рекорды. Поэтому вам нужно не обязательно, вернее, не только слушать, но и включать нас во всех мобильных приложениях на своих гаджетах. Да, или на сайте «Страна.ФМ», или «Триколор.ТВ», 742-я кнопка. Ну и по поводу тех, кто нас только слушает, мы все равно даем массу огромной хорошей информации. 60 человек приняли участие вот в этом вот рекорде на 20 автомобилях. К сожалению, до финиша добралось всего 10 автомобилей. Ну, сам понимаешь, некоторые техники 70 лет, да, ну как, едет и хорошо. Тут некоторые машины, которым понемножечко лет, уже не едут, потому что тонут в наших условиях погодных. Ой, да, слушай. А тут бронетехника, которой 70 лет, ну и не мудрено. Слушай, ну вообще, на самом деле, повезло с погодой. Насколько я знаю, 25 июня не было таких ливней, или я что-то ошибаюсь? Ты не помнишь, нет? Ну, не помню. Не помнишь? Я помню, что все они за прошлую. Все смешалось. Дожди смешались. Да, до этого еще как-то куда не шло было все. Вот, за неделю бронепробега «Дорога мужества» от Москвы до Бреста и обратно преодолел вся эта техника. Это 2395 километров. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем вам вот именно отрезок, ролик, где мы посмотрим на технику. Да, да, друзья. Разглядим какие-то отдельные машинки. И мы с Никитой тоже еще не видели. Вот мы сейчас увидим, поразимся. Этот рекорд мы увидим впервые. Впервые на телерадиоканале «Страна АФМ». А потом расскажем, как его можно будет побить, если вдруг у вас появится желание. Если вдруг у вас есть 20 бронемашин 70-летней давности. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна АФМ». Легендарный «ГАЗ-67». Да, легендарный «ГАЗ-67». Мы видим среди машин «БРДМ-1», «БРДМ-2». О, вижу. Пошли. Вот. «БТР-40» и другие. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна АФМ». Эх, ну вот, знаешь, не все машинки я успела разглядеть, потому что такой был кадр стремительный. Но видно, колоритно очень, как будто в фильмах, да, таких советских. Конечно, конечно. Но мне кажется, что такие рекорды устанавливать необходимо. Это, вот знаешь, мы обычно только в День Победы видим вот эту всю технику и так далее. А здесь, вне зависимости от Дня Победы, мы увидели, ух, такие машинищи, которыми стоит гордиться. Ну, ты знаешь, что они, вот участники бронепробега, делали остановки в горячих точках Великой Отечественной войны. Это Голицыно, Вязьма, Смоленска, Минск, Брест, Березе и другие города. Вот, мы хотим вам напомнить, что, чтобы побить этот рекорд, нужно, чтобы дистанция бронепробега составила 2396 километров, на один километр больше, чем уже установленный рекорд. Если есть желание, заходите на сайт. Конечно, книгарекордовроссии.ру, регистрируйтесь и побейте этот рекорд, если вы сможете, друзья. А мы скоро к вам вернемся. Мне кажется, товарищ Питкун мог бы попасть в книгу рекордов России, потому что... Как самый долго идущий. Нет, потому что за рекой, под прошлогодней листвой найти следы, это о-о-о, каким следопытским даром надо обладать. Ну, ты понимаешь, уже у очень многих звезд российской эстрады есть такой следопытный дар. Вот если просто анализировать песни, то там все где-то за туманами, за дальними странами, все ищут свою любовь. Ну, надо Питкуну сказать, что он может все-таки... Номинировать, да? Да, конечно. Зарегистрироваться на сайте с книгарекордовроссии.ру и, в общем, стать молодцом. Ну, с Питкуном разберемся, а пока мы должны разобраться с тем рекордом, который уже определен, который уже зафиксирован. Пару месяцев назад в Карачаево-Черкесской республике был установлен рекорд по подъему гири за наименьшее время на горе. Слушай, да, там условия вообще потрясающие. Нужно было 16-килограммовую гирю, да, оттащить на гору. Гора должна была быть где-то 2000 метров над уровнем моря. То есть сначала затащить надо. Сначала затащите. А потом попеременно правой-левой рукой тысячу раз поднять эту гирю. И вот тогда будет зафиксирован рекорд. Представляешь себе? Давай прямо сейчас... Сначала скажем, что 31-летний Дмитрий Бондарев из города Югорска поднялся на городу Дженту на высоте 2196 метров. Сделал тысячу подъемов, как и положено, за 1 час 6 минут и 20 секунд. Какой молодец. Давай на него посмотрим, на Диму. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так, так, так. Ну вот надо сказать, что Дима мастер спорта. Собственный вес у него 78, ну практически 79 килограммов. Ты посмотри, как он поднимает. Вообще даже не жмурясь. Прям хлоп-хлоп-хлоп. Красавчик. Мне кажется, это ускоренная съемка. Мне кажется, он такой... Да в любом случае, если бы я поднимала, у меня бы ручки, ножки тряслись, а человек, не моргнув глазом, тысяча подъемов в гире 16 килограммов. Так еще и на такой высоте, ты представляешь, там атмосфера разряжена, там воздуха меньше. Это что вы? Просто молодец. Я про это вообще не подумала. Я сразу подумала, что это такая... Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Да дайте я договорю-то. Ну что же вы не даете женщине сказать поразившийся мужчина и силы его. Молодец, в общем, Дмитрий Бондарев из города Югорск. Югорск, кстати, это в Хантамандийском автономном округе, находится в Югре, а гора Дженту находится в Карачаево-Черкесии. Это та самая гора, на которую Дима и поднимался. Слушай, ну вот я тебе говорю, я вообще не подумала про то, что там еще воздух разряжен. Конечно. Это действительно условие. Но если вы готовы и хотите побить этот рекорд, то, пожалуйста, вам нужно подняться на высоту более 2000 метров над уровнем моря, тысячу раз поднять гирю за 1 час и 7 минут, либо подняться там повыше, чем 2000. Ну да. То есть, чтобы показатели были выше, чем у Димы. На 20 секунд. Да, на 20 секунд. На сайте Книга рекордов России все эти данные есть, поэтому, если вам интересно, заходите, сравнивайте со своими показателями и побивайте рекорды! Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Так точно, друзья, это Книга рекордов России и телерадиоканал Страна.ФМ совместно с Книгой рекордов России продолжают вас знакомить с самыми потрясающими и умопомрачительными рекордами, которые установлены у нас в Россиюшке. Слушай, вот сейчас будет такой рекорд, ну, я вообще очень люблю такие вещи. Мне кажется, что нужно помнить, чтить память и всячески такие рекорды поощрять. 7 мая этого года в Хабаровске было зафиксировано самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей. Класс! Во флэш-мобе, между прочим, приняли участие 535 автомобилей и более 100 человек. Насколько я знаю, там... Да-да-да, насколько я знаю, мне тут подсказывают, что на парковке была изображена фигура в виде Ордена Победы и цифра 9, означающая окончание Великой Отечественной войны. Я даже боюсь предположить, сколько они репетировали, да? Ведь так человеку сложно выстроиться в один ряд так, чтобы было изображение. Может быть, они приехали, зафиксировались и ушли? Просто парализовав движение где-нибудь. Слушай, нет, ну серьезно, как вот такие рекорды устанавливаются? Это ведь идут долгие репетиции. Это надо с крыши, чтобы кто-то сверху смотрел, как ты их выстраивал. Давай посмотрим, давай посмотрим, давай посмотрим. Прямо сейчас давайте посмотрим роличек. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так, так. Ну вот, как мы и сказали, в Хабаровске все дело происходило. И, собственно, фигуру эту выстроили на парковке Ерофей-Арены. Так, видим пока водителей, видим их довольные лица сейчас соберутся. Ну-ка, ой, какая красота! Ого, вот это да! Серп и молот, звезда победы. Но это все в темноте было и подсвечивалось светом автомобильных фар. Ну какие же молодцы! Я по впечатлению. Просто потрясающе! Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Слушай, Никита, вот знаешь, прям вот мурашки по телу побежали, потому что я, ну когда читаешь, это одно, да? Когда слушаешь, это тоже одно. А когда ты видишь, а сейчас посмотреть нас можно, на Триколор ТВ 742-я кнопка и на сайте страна.фм, это ни с чем не сравнимое впечатление, тем более, что я ожидала увидеть какую-то картинку, знаешь, как в интернете. Маша, я люблю тебя, выходи замуж, когда тоже там парни выстраивались. Краска и на асфальте написано. Нет, 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 они тоже выстраивали изображение из машины. Да, я помню. Совершенно другое. Это настолько эпично, это настолько красиво, это настолько ярко. Спасибо вам огромное, ребята. Хабаровчане. Друзья, вот в Хабаровске было 535 автомобилей. Если вы готовы побить этот рекорд, вы должны это сделать с количеством автомобилей на один больше. То есть 536 автомобилей вам понадобятся, и, соответственно, если вы изобразите вот такую вот звезду ко дню победы из 536 автомобилей, вы побьете этот рекорд. Будете молодцом. Да, верим в вас очень сильно. И продолжим рассказывать о рекордах буквально через несколько минут. А вот если вы уедете жить в Лондон, то все, никаких вам рекордов нашей страны, потому что нужно иметь российское гражданство как минимум, чтобы принять участие во всем этом великолепии. То есть Григорий Лепс, если получил гражданство Лондона, то все, все. Слушай, но он же в конце песня думал, что он сказал, нет, куда, я мне и тут нормально. В общем, это рубрика рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ. И внимание в этом вот часе, да, до конца часа. Конечно. Конечно. Друзья, прямо сейчас мы готовы, вот уже прямо из-под стола достаем и готовы отдать кепочку телерадиоканала Страна.ФМ, если вы поучаствуете и выиграете в викторине, которую мы для вас подготовили. Какой ты вообще готовный. Я всегда призы чуть-чуть скрипя сердцем даю. Ну ты молодец, да. Можешь в Крику рекордов как самый щедрый ведущий. Конечно. Как самый щедрый Никита Некрасов, работник телерадиоканала Страна. Просто потому, что таких больше нет. А вот можно ведь так? Ну, кажется, так можно. Конечно. Итак, недавно в нашей стране был зафиксирован такой рекорд. Наибольшее количество зубов у ребенка, которому исполнилось 6 месяцев. Этот рекорд установил мальчик из Подмосковья. Зовут его Безьянов Камиль. Электросталь, между прочим, где наш хоккей на траве. Мы упорно играем. Он родился 9 ноября 2016 года. И теперь, внимание, вопрос. Да, сколько зубов появилось у маленького Камиля в 6-ти месячном возрасте? Итак, внимание, варианты ответов. 6 зубов, 8 зубов или 10 зубов? Ого. Да, 8,909,928,1,89,9. Нет, а, все правильно, да. Да, да, да. Ватсап и Вайбер. Первый, кто напишет нам правильный ответ, получает кепку с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ. Лет нам не обещают, но ведь отпуск никто не отменял. Как поедете куда-нибудь на курорты Краснодарского края, как смыркнете модной кепкой, правильно? Естественно, конечно. Давай еще раз вопрос. Сколько зубов появилось у маленького рекордсмена в 6-ти месячном возрасте? 6, 8 или 10? Присылайте, пожалуйста, 8,909,928,1,89,9. Ну, а пока мы вам расскажем о других рекордах, зафиксированных в разное время в нашей стране, будьте внимательны. Например, 22 марта прошлого года обнаружилась самая малюсенькая собачка в стране. Тихошечка, тихошечка. Рост ее был всего 15 сантиметров, звали ее Тути, причем это была взрослая собака, но он просто решил не расти нормальной. Ну, и решила, что пора попадать в книгу рекордов России, правильно? Да, в Санкт-Петербурге живет Тути, если что. 6 августа 2016 года был установлен рекорд по самому продолжительному танцу лесгинка. Ну, вот можно догадаться, где, естественно, танцуют с лихвой. Вот так вот это город Грозный. Там, кстати, могли принять участие все желающие, поэтому танцевали прямо на площади 3 часа без остановки. Молодцы. Это не просто рекорд нашей страны, это рекорд мировой. Да. И 1 сентября 2011 года был установлен рекорд. Музыкальная группа за одни сутки провела концерты в двух наиболее отдаленных друг от друга населенных пунктах. Это Владивосток и Калининград. Ну, естественно, какая группа из Владивостока? Владивосток! Муми Тролль! Слово богу, что я... Ладно, у меня другая-другая песня в голове заиграла. 7 380 километров преодолели музыканты группы Муми Тролль. Красавцы! Вот вы и талантливые, и... Как это? Мобильные, да? А нам из Волгограда сегодня звонил Ваня, да? Да, да, да. Ой, вот он сказал, что у них там лет так лета. Ваня, мы ждем арбуз, так и знаете. Ладно, мы сейчас не про арбуз, мы сейчас про рекорды страны. Именно эта рубрика продолжается на наших телерадиоволнах, потому что это телерадиоканал «Страна ФМ». И давайте мы сейчас вам расскажем о рекордах, которые только будут установлены в нашей стране в самые ближайшие... Грядущие рекорды. Самый пожилой, ныне живущий в мире человек. Нану Цуковна Шаова. Самый пожилой, ныне живущий человек в мире. Жительница села Заюково, Кабардино-Балкарская республика. 15 июня 2017 года. Исполнится, внимание, друзья, 127 лет! Молодец, бабушка! Ее внуки подали заявку на включение бабушки в Книгу рекордов России. В начале июля сертификат рекордсмена бабушки вручит главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Ну и Нану Цукова станет самым пожилым ныне живущим человеком не только в России, но и в мире, потому что 127 лет. Это ого-го! Это, кстати говоря, 127 лет. Это тысяча, на секундочку, 890 год рождения. 1890, ты представляешь? Я сейчас, я просто, у меня челюсть чуть не отвисла. Я думала, ты у меня посчитал, сколько дней она прожила там. Нет. И, кстати, Нану побьет рекорд другой долгожительности. Долгожительницы. Ты сможешь? Астраханской области почти на 6 лет. Предыдущая рекордсменка родилась в 1896 году. Да, Танделяя Босимбеева ее звали. Ну вот, да, теперь рекорд побит. Еще один рекорд, к вашему вниманию, самый массовый чемпионат по классикам в России. О, вот это я люблю. Да, 7 июля в 16.00 в парке Сокольники. Кстати говоря, друзья, если вы не готовы на личный рекорд, вы можете поучаствовать в этом рекорде. Чемпионат по классикам, он открытый. Вы можете в 12.00 приехать в парк Сокольники и запечатлеть себя, вписать в аналы истории, как участника самого массового чемпионата по классикам. Слушай, ну там так интересно, там в 16 лет... В 16 лет все. Ну а в 16.00 начнется официальная часть, а в 12.00, да, подтягиваются именно те, кто прыгуч, кто могуч. А там вот интересно, будут с такой биточкой прыгать, которая из крышечки? А у всех разные правила. Разные правила? Конечно, естественно. Ну, я там недалеко живу. Ну, приходи. Я просто не очень прыгуча, но я попробую. Ничего, ты можешь постоять. Если увидите, что нечто коряво прыгающее, это майор. Ладно, давай дальше. Конечно, наибольшее количество пар людей, выстроившихся в форме обручальных колец в России. Ми-ми-ми. И это, друзья, еще один рекорд, в котором вы можете принять участие. Это надо жениться, собраться, да. Ну, ничего страшного. Может быть, вы просто предложение сделали своей половине и готовы тоже уже запечатлеть себя как обрачующиеся. В общем, это будет 9 июля в городе Омск. Всероссийский это будет рекордно. И большее количество пар в форме обручальных колец. Ну, по последним подсчетам, 150 влюбленных пар им выдадут ленты и воздушные шары. Но если вы зарегистрируетесь, то вы можете увеличить количество пар. Да, я все к тому, что к чему это будет посвящено. Чему же? День семьи, любви и верности. Замечательный наш российский праздник, замечательный праздник нашей страны, который сначала как-то, знаете, как кто-то там обсуждал, говорит, да, фи, да фу, а потом как-то... Давай подведем итоги викторин. Ты можешь забыли, забыли. Итак, мы задавали вопрос. Наибольшее количество зубов, правильно? У ребенка 6 месяцев. Были варианты 6, 8 и 10. Как ты думаешь, какой правильный? Я думаю, что 6. А потому что ты смотришь шпаргалочку, действительно, 6 зубов. Камиль обезьянов в себе взрастил к 6 месяцам. И первым нам ответил Санек из Ярцева, Смоленской области. Да, его номер заканчивается на 7-9-8-5-8. Все правильно. Да. Саш, поздравляем вас. Кепка с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ» ваша. И в ней эфир вы получите сообщение, которое вам расскажет там быть... Каждый понедельник еженедельно с 10 до 11 утра «Книга рекордов России» на телерадиоканале «Страна.ФМ» проходит. Если вы хотите установить рекорд, бегом на сайт... Книгарекордовроссии.ру А мы с вами прощаемся. Валерия Майорова. Никита Некрасов. Пока-пока. Счастливого вам дня. До свидания. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ»